приветствую вас уважаемые подписчики и гости вы на канале личного подсобного хозяйства Вячеслава Володько сайт хозяйства ZZFUSBAY ссылка в описании под видео показываю просто показываю как с каждым годом дает прирост мощнее и красивее моя гуава лимонная сейчас она уже где-то будет где-то два с половиной метра высотой значит красиво цветет очень красиво цветет цветком все больше и больше с каждым годом много бутовным срок цветения растянутый значит часть часть уже отцвела самопыляющиеся растения часть цветет и вот такой вот симбиоз такой в группе всего этого цветения бутонов и завязей очень красиво значит растение неприхотливое и не разочарует вас как бы вы за ним не ухаживали даже если вы будете недосматривать за ним оно всего хоть поливайте вот оно было прошлом году пересажено в большую катку и пока я его буду выращивать в катке потому что не знаю куда его определить причина в том что и но они морозостойкой то есть отрицательных температуры но не будет выносить грунте она разрастется конечно сильно ну хоть она и вкусная ягоды вкусные плоды вкусные главы лимонной но все-таки пусть она растет пока как все-таки ограничение питания сдерживает будет сдерживать рост и но не будет таким мощным как раз лобы в грунте хотя конечно хотелось бы потому что плоды я уже говорил вкусные значит что еще из-за такого уважения к этому растению у меня есть еще один саженец он растет меньшей каточке цветочков бутонов вот море все в бутонах все в бутонах будет свести будет радовать меня долго цветением потом плодами значит что что плохо единственное вот за ним ну плохо неплохо лишнего внимания требует то есть он она не растет стволом надо пока подвязывать до нужной вам высоты потому что оно вот повислое пендула плачущие так скажем и поэтому каждое вот сколько вам надо к веточку надо все все время выше и выше подвязывать до нужной вам высоты иначе она будет просто стелиться по земле и вот это только значит надо забивать колышек и обратно же вот вверх поднимать а потом уже когда она одревеснеет покажу сейчас вот ну тут у меня три побега 4 тоже этот ну короче это все дело надо удалить желательно один ну два максимум побега это тоже такой слабоватый побег но в этом году я его не буду трогать и тогда вот этот центральный проводник так скажем он одревеснеет и через какое-то время он сможет держать себя зашел в теплицу гляну сбрызнуть растение водичкой глянул на уау вспомнил что не выложил видео поэтому такой вот небольшой постскриптум добавлю лимонная гуава называется не потому что она имеет там запах или вкус лимона плоды от цвета от цвета плодов ее называют лимонной значит плоды очень вкусные по своему составу мне очень по крайней мере мне очень они нравятся пусть даже там много этих косточек внутри но все равно вкусы вот этой маслянистой наполнителя можно так сказать плодов он но надо попробовать и у каждый найдет там своем для себя свой привкус или аромат там дополнительно какой-то ну то есть такой обширный я бы сказал можно согласиться можно не согласиться если называть кто там кто там найдет послевкусие в во вкусе этих плодов так вот они значит называются лимонной гуава потому что плоды желтого цвета а еще они очень хорошо дозаривается то есть бывает что то если не понравится растению то есть зрелый плод он нападает сам но бывает что он скидывает плодики и еще недозревшие то есть они там желтевать и начинают желтеть вот но еще зеленые то есть употребляйте в пищу еще как бы нельзя но положив на подоконник вы они дозарятся прекрасно и вы получите такого же самого вкуса плод и такого же качества как и созревший на растении ну вот получилось что по скрипну добавил информации вот покажу еще сколько цветков здесь на этом это второе маленькое растение за зацвело уже спустя неделя где-то приблизительно вот ну вот столько могу поведать о своей главе лимонной